так привет ребят на связи как обычно алекс мэйсон и сегодня я хотел бы с вами поговорить о выборе ниши хотелось бы с вами пообщаться не с точки зрения аналитики до тех анализа а именно с точки зрения внутренних каких-то вот моментов да то есть к чему вы предрасположены либо к чему не предрасположен да то есть на самом деле это тоже очень важная часть для чего вообще зачем этот ролик я начал писать да я сейчас прохожу обучение в одном из университетов лиги плюща по созданию там стартапов про свое предназначение также достаточно много сейчас читаю литературы психологической там духовные много да многие другие и сейчас я задался такой некой целью создание какого-то экологичного продукта который бы помог не только там не дополнительно поставить какой-то источник заработка а еще и сделать какую-то пользу в жизни да вот у меня сейчас на наставничестве есть человек он мне сегодня написал такой вопрос мы сейчас делаем ему проект по мегамаркет то есть мы выгружаем весь мегамаркет на авито и собственно на этом все наше строится но по сути это просто обычное посредничество перекупка товара да то есть ничего экологичного собственно тут у нас нету это просто посредничество некая да который да действительно приносит деньги достаточно хорошие уверенные но если смотреть с точки зрения какой-то миссии долгосрочности то сказать то что этот проект будет вас кормить через десять лет нет этого не будет а вот если вы хотите создать именно компанию которая может перспективе там пяти или десяти или двенадцати пятнадцати тридцати лет вас кормить да то вот как раз таки здесь идут уже фундаментальные такие основы да на которые нужно именно полагаться анализировать какие много думать да просто прежде чем выбрать какую-то там свою так скажем нишу до в бизнесе я бы на самом деле это сделал бы достаточно большой акцент почему потому что это дело всей жизни то есть у нас время ограничено в среднем там возраст жизни людей сами знаете какой да то есть и большинство из нас уже либо перевалили за экватор как я либо около него как раз таки находится и собственно месседж мой сегодня о том что создавать бизнес определенно надо бизнес это развитие это общество помощь обществу и вообще в целом ну полезные действия да но вот экологичность бизнеса вот сегодня акцент я хотел сделать на этом и давайте вот я вам сегодня будут просто в форме дискуссии рассказывать на тему того как это вижу я да то есть это мои исключительные мысли если вам действительно это откликается интересно то досмотрите ролик до конца если вы сейчас находитесь там в погоне где здесь сейчас заработать может быть пока для вас это действительно рано можете посмотреть этот ролик когда либо как-то уже там на первом пирамиде маслоу закрепите пойдете на 2 вам будут более интересно уже другие такие вещи уже другого характера да то есть с формата выживание и закрытие базовых потребностей вы уйдете уже на более такой этап когда вы должны быть как сформироваться ну более как полноценно какие-то другие мотивы вами уже будут движут вот давайте как раз таки поговорим о вот следующих ступенях так скажем пирамиды маслоу можно это там по-разному интерпретировать в любых там направлениях религиях культурах прочее то там по-разному с учетного в целом суть ясна так вот что же я хотел вам сегодня дать мне сегодня сотрудник говорит посмотри александр мы у нас же не экологичный подход к бизнесу да то есть мы просто берем товар и покупаем его дороже задачи бизнеса так чтобы люди радовались задачи бизнеса чтобы люди покупали товар наслаждались им и в то же время чтобы это не было каким-то обычным посредничеством да то есть срубил тут отдал там и все довольно счастливые потом кто-то узнал что там было дешевле у него много негатива и все тому подобного то есть чтобы вот эта вот история не случилось нужно как раз таки вот думать вертикали какое-то такое создание какого-то экологичного продукта который действительно будет нести пользу людям и вот как раз таки о пользе людям я хотел такой с вами небольшой брейншторм что ли устроить рассказать там свое видение что на данный момент делаю я если кому-то интересно и как я вообще вижу создание какого-то именно бизнес в там с октября по январь месяц мы сделали классный интересный проект о создании иностранных банковских карт для граждан россии да то есть к чему этот пример привожу к тому что это действительно полезный продукт который стоит доступных денег для людей то сейчас мы этим занимаемся но в целом это полезный продукт то есть у нас связи с ограничениями которые на данный момент присутствуют огромное количество людей не может оплачивать подписки айтишники не могут пользоваться сервисами и много много факторов которые вы сами прекрасно знаете за границей не работают банковские карты и вот мы как раз таки начали выпускать вот эти вот карты и доставлять людям это был полезный это полезно вот я считаю да то есть вот если через эту призму смотреть действительно интересный экологичный продукт который помогает обществу это непосредничество да мы с этого естественно зарабатываем но как бы человек сам это не мог делать вот это вот первый проект да потом сейчас мы создаем старта пойти он конечно же в рамках нашего товарного бизнеса не совсем вместе но если бы я делал сейчас какой-либо товарный бизнес я думаю что сконцентрировалась скорее на какой-то именно производственной площадке до которая бы не шла в рамках именно бизнес 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 да то есть заработка именно несла какую-то пользу людям вот как сейчас мы рассматриваем покупку недвижимости на бали и мы столкнулись с интересным таким фактором то что у русских ребят лучше не покупайте виллы у застройщиков почему потому что очень высокая наценка если же брать там нидерланды австралию текст но других застройщиков то у них наценка намного ниже и они более экологично продают то есть они продают качественные продукты но качественные виллы да и при этом у них наценка не такая высокая то есть именно вот формат экологичности поэтому сейчас некоторые такие же там инвесторы как я и прочим там мои коллеги именно сфокусировали свой взгляд вот на вот эти вот вещи да к чему опять же я это говорю я говорю к тому то что а делай какой-либо бизнес не нужно выжимать с них максимум потому что эти же люди потом могут вернуться к вам посоветовать вас кому-то окружению прочее то есть выжимать максимум он делать наценку когда можно сделать 100 наценку делать наценку 500 можно да вы с этого заработаете но с точки зрения ltv да то есть привлечение клиентов на долгосрочной основе это не совсем так уместно да то есть сейчас у нас там не знаю век инфо цыганство проходит потому что все раньше впаривали вы прогревали жестко объюзили и и по этой воронке достаточно хорошо продавали сейчас же наоборот мы уходим в тот формат когда у нас эксперты действительно классный экспертов своих нишах начинает занимать постепенно этот рынок да то есть заходит 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 и тем самым инфо цыганщина у нас отваливается и остается классный экспертный контент которые люди действительно покупают не по прогревом а потом evergreen он по его воронкам когда человек делает выбор самостоятельно без психологического давления вот это в моем понимании это экологично и что же вот как я вижу вот товарку я просто сейчас буду раскидывать несколько людей которые вообще в целом не будут приходить сейчас в голову и вот на основе них может быть у вас какие-то зацепки появится вы на основе них уже сможете сделать какие-то свои выводы или свои умозаключения еще прежде чем сейчас начну говорить хотел свое такой инсайт так скажем рассказать о котором я переживаю последние несколько недель то что вот у меня большая часть проект в который я писал я их писал все-таки на тему бизнеса выкачки максимального количества денег да но при этом я во главу ставил именно финансовую подоплеку всего этого но они не всегда я думал об обществе до случалось так то что конечно делал экологичные продукты но все же и сейчас вот я прекрасно понял то что то что я гнался за деньгами я особо первое никогда не видел прям супер огромного количества денег да и точнее видел но сказать то что вот я их получил радовался вот скорее больше не части я получил от большого количества денег потому что это ответственность надо сохранить распределить а вдруг у меня кто-то их украдет короче там на самом деле тараканов ног поэтому если вы делаете бизнес ради денег это идея честно хреновый лучше поставить какие-то более важные аспекты то есть этому что-то кому-то либо помочь либо реализовать какой-то классный социальный проект до который будет и приносить деньги но в то же время это будет офигенная помощь людям и вот сейчас я вот этот инсайт словил на самом деле у меня много классных идей в данный момент приходит какие я могу реализовать в обществе которые действительно помогают людям и при этом я обалденно классно зарабатываю да ведь вот как алишер усманов рассказывал свой пример когда он начинал только строительство горит на завод поставляли пленку она была только двухметровая заводу это было неудобно и они постоянно там кряхтели искали какого-то нормального поставщика который будет им поставлять эту же пленку только там 80 сантиметров который будет соответствовал бы их требованиям что он сделал он просто взял тот продукт улучшил его для своей целевой аудитории то есть для того завода которому поставлял просто покупал эту двухметровую пленку резал ее формате там 80 сантиметров или там по метру и ну это я просто образно сказал и собственно на этом он построил обалденный классный бизнес стоит когда мы делаем за основу то что поможет действительно обществу сделать классный продукт тогда у нас это и будет нести пользу обществу это будет благородно для общества мы какую-то полезность будем вносить в него и в то же время это дополнительный классный или не в дополнительный или основной источник заработка для нас вот и сейчас я пытаюсь придумать какие-то идеи какие можно в целом реализовать сейчас у нас век рекламы да то есть если бы я сейчас создавал какой-то проект скорее всего я бы первое создал бы либо аналитический какой-то маркетинговый сервис который бы адаптировал рекламу для b2c клиентов да то есть вы просто вводите параметры которые желаете на основе этого там искусственный интеллект вам делает уже какую-то маркетинговую подоплеку поэтому эту дешевую ли поэтому основываясь на вот этих вот данных давайте еще строить бренд шторм сейчас меня на станции проходит одна девушка и мы с ней как раз таки подумали зачем нам заниматься перепродажами товаров если можно сконцентрироваться на производстве да то есть мы производим и что-то созидаем и вот как раз таки сейчас у нас мы строим производство площадку точнее формируем базу клиентов которые бы было интересно покупать у нас неоновые вывески да то есть холодный не он достаточно популярный интересную модель которая там востребована была конечно несколько лет назад но до сих пор она пользуется достаточно высоким спросом то есть это создание что такого да и вот в целом если посмотреть на перепродажи то на самом-то деле сейчас не так и сложно вообще какие-то продукты создавать да то есть у нас есть огромное количество контрактов производства то есть о котором мы в целом все трубят все говорят вот я например работал с заводом который производит косметику они работают с многим количеством блогеров и контрактное производство делают под них то есть люди производят свои продукты уже реализуют их там под своими ст мами и достаточно уверенно на этом делают поэтому вот создавая какой-то продукт попробуйте на основу за основу поставить моменты долгосрочности своего проекта чтобы он был актуален через несколько лет в том числе да и еще дополнительно чтобы вы могли пользу обществу обязательно какой-то нести как-то упрощать жизнь людям и в то же время чтобы это просто не было каким-то обычным посредничеством закрытие полного цикла клиента да то есть я клиент приходит к вам говорит то что он хочет там создать кофейню да и ему там нужно что-то с рекламой сделать а вы помимо того то что делаете ему рекламные вывески говорить хорошо давайте мы тебя полностью закроем да то есть создадим тебе не знаю сделаем дизайн брендбук полностью кафе потом сделаем от нуля до там лендинг какой посадочный страниц потом с точки зрения маркетинг то есть если вы комплекс какой-то предоставляем это классно экологично и когда мы уже пользуемся посредниками всякими да то есть перепродаем эти контракты в целом это достаточно уверенно и позитивно почему потому что мы закрываем полностью потребности клиента вот я думаю то что мой сегодняшний короткий спич для вас может какую-то ясность принесет и будет вам достаточно полезен поэтому подумайте с точки зрения того то что я сейчас сказал какой бы бизнес хотели открыть вы не обязательно пишите в комментариях свои видения на этот счет что на ваш взгляд является экологичным и как бы вы могли наше общество сделать намного круче улучшите все всем спасибо подписывайтесь ставьте лайк здесь про бизнес про экологический подход и про какие-то фундаментальные знания построения бизнеса на самом деле про фундаментальные знания построения бизнеса у меня очень много здесь поэтому подписывайтесь и смотрите ролики до конца мне много чего интересного всем пока и хорошего дня